Согласится ли Лейла на работу за границей? Лейла потеряла сознание в спальне Сарпа. Когда входит Мелисса, он приходит в себя и прячется за занавеской. Мелисса начинает настаивать на том, чтобы быть с Сарпом. Свеча случайно опрокидывается, и занавеска, за которой стоит Лейла, начинает гореть. К счастью, Сарп отправляет Мелизу и спасает Лейлу. На этот раз Лейла ненадолго заходит в гардероб. Там есть модель корабля, которую он подарил Сарпу. Когда Мелисса выходит, выходит и Лейла. Он встречает Мелизу в холле отеля. Мелисса, которая не могла получить такого же внимания от своего возлюбленного с тех пор, как Сарп вернулся в замешательстве. Он делится своими проблемами с Лейлой. Лейла успокаивает ее и убеждает девушку, что Сарп ее любит. Когда Лейла возвращается домой и рассказывает Сиди о том, что произошло, она понимает, что родители ее слушают один или два раза. Лейла, которая участвует в дуэли в Нарде со своим отцом, выигрывает право перейти в отдельный дом на верхнем этаже, победив своего отца. Пока Лейла занята обустройством своего нового дома, Мелисса звонит ей и приходит на помощь. Вечером Сарпу звонят и заставляют поработать. Сарпу несколько раз грозит опасность быть пойманным отцом Халила. Пока они делают ремонт, Лейла говорит Сарпу, что он идеальный парень, чтобы хвастаться. Когда Сарп и Мелисса встречают мужчину и хотят поужинать, они представляют Адама, человека, которого они будут изображать единственным любовником, который у них есть. Однако, как бы молодой человек ни старался, у него ничего не получается и оказывается, что Лейла не его девушка. Ни Мелисса, ни Сарп не противостоят женщине и Адаму. Арда пытается поговорить с Лейлой, но безуспешно. Следуя совету Мелиссы, он приглашает Седу на ужин, чтобы сохранить с ней хорошие отношения. После этого она звонит одной из женщин, которых видела раньше, думая, что он парень Лейлы. Он встречается с женщиной, но у нее тоже плохая ночь. Они встречают Сарпа, двое молодых людей сочувствуют. Они оба упоминают Лейлу, но не называют ее имени. Сарп считает, что для всех лучше всего будет, если Лейла уйдет, поэтому он составляет план, как забрать женщину. Он просит своего друга, владельца организационной компании, предложить Лейле работу. Это большая компания, с которой он может путешествовать по всему миру. Лейла спокойна, потому что это тоже ее мечта. Однако, молодой женщине хочется немного подумать. Сарп заставляет Лейлу согласиться на работу. Думая, что следует знаком, Лейла наконец соглашается на работу. Ожидая сообщения королеве о том, что он уйдет с работы, он сначала разговаривает с Сарпом и прощается с ним. Когда он выходит из комнаты и разговаривает с Седой, он складывает все воедино и понимает, что за этим предложением о работе стоит Сарп. Он ищет человека, который предложил Седи работу помощника Сарпа, и понимает, что этот человек знает о Сарпе и не бросает работу. Он идет на свадебное представление с высоко поднятой головой, как воин. Война началась. Пока Зинеп выздоравливает и приходит в себя, после заявления врачей у всех в сознании возникает вопросительный знак. Результаты вызывают тревогу, поскольку он долгое время оставался в коме. Спорный вопрос, есть ли какой-либо необратимый ущерб от этой болезни. Хотя исход этой беды пока до конца неизвестен, Зинеп должна знать, что ее жизнь в опасности. Зинеп, с другой стороны, не говорит об этом вопросе никому, кроме Синана. Синан, чье раскаяние возрастает с каждым днем из-за тайны, которую ему пришлось скрывать от Зинеп, не знает, что делать, когда узнает о ситуации Зинеп. Кажется, ему нелегко сказать себе, что он уже давно знал, что Крейн жив. Кахиди, который с самого начала стремился сохранить эту тайну в секрете, пережил дискомфорт. Через короткое время он приходит в сознание и выписывается. Однако то, что действительно вредит ему, это то, что он скрывает от Зинеп. Поскольку его совесть обеспокоена, он не знает, что делать. Он предпринимает действия, которые истощают терпение Генюля. Все были удивлены реакцией Генюля, который до сих пор старался оставаться терпеливым и спокойным. Зинеп хочет больше быть с Турной и создавать себе прекрасные воспоминания, как будто с ней в любой момент что-то может случиться, а времени у нее мало. Однако добиться этого не так-то просто, когда Турна с ним не разговаривает. Когда Шуле увольняют с работы, ее проблемы с Чингизом обостряются еще больше. Пока они спорили, Чингиз злится, когда Шуле рассказывает ему, что произошло между ней и Ничми. Как всегда, от этой ситуации пострадают никто иные, как Турна и Хасан. Проблемы детей раскрываются еще раз. Осознав эту ситуацию, Зинеп что-то предпримет. Он начинает думать о решении для детей, однако его действие приведет к неожиданным последствиям. Из-за неожиданных событий Турна и Зинеп снова встретятся лицом к лицу. Зинеп и Турна наконец встречаются. Но эта встреча не превратится в воссоединение. Турна думает, что Зинеп ушла от него. Вот почему Зинеп шокирована, когда она уходит, как только видит его. Теперь Турна останется наедине с опасностями на улице, чтобы избежать повторной встречи с Зинеп. Зинеп, с другой стороны, не сдастся, не рассказав Турне правду о событиях. Он сделает все возможное, чтобы поговорить с ней. Но когда он собирается поговорить с Турной, его прерывают плохие новости от Кахиди. Когда Чингиз видит Шуле, который хочет тайно от него встретиться с Хайдаром, начинается настоящий ад. Когда они не могут контролировать свой гнев, ситуация усложняется, и они попадают в полицейский участок. Чингиз в беде, Шуле, с другой стороны, должна найти способ вызволить мужа из тюрьмы, не сообщив об этом Хайдару. Хотя Шуле беспокоится о Чингизе, у Зинеп есть еще одна проблема. Теперь все ждут, что Кахиди, которому стало хуже после того, как он услышал о случившемся от Гинюля, поправится. Зинеп, которую оскорбила мысль, что Гинюль что-то скрывал, теперь не подозревает о фактах, которые от нее скрывали, даже если она знает, что Турна жива. Зинеп, у которой на уме только Турна, немедленно отправляется на встречу с Шуле, когда ее мать выздоравливает. Эта встреча между ними выявляет все факты, в то время, как смущение Синана усиливается, когда он рассказывает Гинюлю о том, что произошло, Гамзи, догадавшись, о чем думает Зинеп, приходит к трудному решению и думает о чем-то, что спасет ее мать и Синан, находящиеся в плохой ситуации от гнева Зинеп. Зинеп, которая, наконец, встречает Шуле, снова противостоит Турне, чтобы поговорить с ней, но все идет не так, как она думала. Крант, похоже, принял решение самостоятельно. Но Зинеп, утверждающая, что Турна сделала это потому, что боялась не остановиться. Шуле приятный, потому что он нашел способ вытащить Чингиза, и Турна вела себя так, как он хотел. С этой радостью Шуле начинает хорошо относиться к своим детям. Из-за такого отношения Турна не думает отступать от своего решения, хотя очень скучает по Зинеп. Али, знающий о Кахиде, идет в больницу, чтобы быть сдуру. Дела между ними начали налаживаться. Однако некоторые сомнения появились в сознании Али, когда он получил известие об этой новой ситуации, сложившейся с планом Гамзи. Кахиде вздыхает с облегчением вместе с Гамзи, который защищает ее тайну. Однако он думает о возможности того, что правда однажды может раскрыться. Зинеп, которая снова находит Турну, потрясена тем, что она видит, когда пытается встать перед ним и поговорить. Он придет в ужас от того, что увидит. Синан забирает его и отвозит в отделение неотложной помощи. Чингиз и счастливый Шуле, вышедшие из тюрьмы, расстроены новостями, полученными от Хайдара.